Девушки отдыхают Двадцать четыре сантиметра Вполне себе сносные щупальца Дальше что? Объём талии Так, да, да Ну и где же тут талия? Итак, волевым решением талия будет вот здесь Так, внимание, сейчас посмотрим, 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 посмотрим Так, ну Объём талии Тридцать шесть И шесть Вполне здоровая талия, мой друг, у вас И не переживайте так сильно Ваш новый, суперзащитный Космический скафандр Вам будет в пору, не переживайте, пожалуйста Да, и вообще, хотелось бы Прикрыть нашу с вами мастерскую По изготовлению космических Скафандров для космических роботов Здравствуйте, здравствуйте Мои юные астрономы Приятно видеть ваши глаза Горящие жаждой знаний Особенно твои, Саша Петров Из города Соливычегодска Именно с Сашиного письма мы с Капой и начнём нашу программу Итак, этот мальчик желает знать, за что астрономам ставят астрономическую единицу Капа оценил твою шутку Но если ты спрашиваешь Серьёзно То, дорогой Саша Астрономическая единица Не оценка Поэтому и не существует астрономических двоек Или астрономических пятёрок В астрономических единицах Измеряют Космические расстояния Чему равна Одна астрономическая единица Сейчас расскажу И даже покажу Итак, представим Что я Земля А Капа Солнце Хотя нет Из-за разницы наших размеров Правильнее представить Что я Солнце А Капа Земля И не возмущайся Земля и всё тут однозначно Так вот, расстояние между нашими центрами Учёные и назвали Одной астрономической единицей Составляет оно 149 миллионов 597 тысяч 870 целых 66 сотых километра Но для того, чтобы не путаться в цифрах Мы округлим Запомните, дорогие друзья Астрономическая единица Равна приблизительно 150 миллионам километров Мы с вами, коллеги Давно и хорошо знаем Другую меру космических расстояний Световой год Возникает закономерный вопрос А сколько астрономических единиц В одном световом году? Отвечаю Примерно 63 240 астрономических единиц Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин Любил повторять Скучна теория Мой друг Поэтому предлагаю прислушаться К словам классика И поупражняться В измерении расстояний А поможет нам Угадай, Капа Кто? Ну, правильно, правильно Правильно И что же ты тогда медлишь Милый мой друг? Вперёд! Вперёд! Пока наш маленький автомат-путешественник Пронзает земную атмосферу И устремляется к звёздам Мы с вами, уважаемые телезрители Не будем терять драгоценного времени И прочитаем письмо Олега Шмидта Из Талды Кургана Да, смотрите Мне охота всё знать О солнечной системе Ну, насчёт всё знать Всё в одну программу не уместится Поэтому предлагаю ограничиться строением Солнечной системы Итак, друзья мои Итак, солнечная система В центре неё Как всем известно Находится Солнце Звезда, на которую приходится Около 99,8% Всей массы Солнечной системы Оставшиеся 0,02% Распределяются Между остальными Обитателями системы Коих Призрядное количество И первый из них Меркурий Вот он, красавец Во весь свой небольшой рост А затем у нас идут Венера Так Матушка Земля Ну и, конечно же Марс, который я обозначил Красным Да, красота Коллеги, эти четыре планеты Учёные называют планетами Земной группы Почему? Ну, потому что Они чрезвычайно похожи Состоят из минералов Которые формируют Их мантию и кору Металлов Которые формируют Их ядро У этих планет Очень небольшое количество Спутников Или их нет вовсе Как у Меркурия Так сказать И Венеры Кроме того У всех у них Имеется Атмосфера Вот такая атмосфера Или следы её Сразу за Марсом Сразу за Марсом Поза нашим Марсом Начинается Обширнейшее пространство В которое мы сейчас И заглянем И изучим Что же там находится С помощью нашего друга Каппы Каппа Каппа, приём Каппа, Каппа, Каппа Картинку давай Да Что? Я говорю Картинку давай Угу Перед нами пояс астероидов Расположен он сразу За орбитой Марса И его ширина Около одной Астрономической единицы Расстояние от Земли До Солнца В котором вращаются Миллионы небесных булыжников Самых разных размеров Самый крупный объект Пояс астероидов Карликовая планета Церера Её размер Около 950 километров Что значительно меньше Даже Луны Пока Каппа Проходит пояс астероидов Давайте коллеги Поговорим о группе планет Которую обычно называют Группой Юпитера Или газовыми гигантами Это общество планет Великанов В которое входит Юпитер За ним следует Сатурн Потом Уран И замыкает Эту четвёрку У нас Нептун Что общего У этих громаден Ну во-первых Размер Для того чтобы их создать Понадобилось 99% Космического вещества Вращающегося Вокруг Солнца Во-вторых У всех у них Есть кольца Хотя Земли Видно только кольцо Точнее Систему колец Вокруг Сатурна Вот это вот Вот это место Да Прекрасно И ещё У этих великанов Довольно много спутников Например у Нептуна На сегодняшний момент Их открыто 13 А у Юпитера Аж 63 Ну и наконец Планеты-гиганты Состоят из газов В основном Водорода и гелия По этой причине Группа Юпитера Получила второе название Газовые гиганты Хотя Некоторые учёные Предпочитают называть Уран и Нептун Ледовыми гигантами Ну из-за льда Которого довольно много В их составе Но вернёмся Вернёмся К нашему отважному Космическому путешественнику Где это он? Угу Угу Как раз Подлетает К Нептуну Этой планете Можно сказать Не скучно Мало того Что у неё есть спутники Так сразу За её орбитой Начинается уже Знакомый нам Пояс Койпера Его ширина Равна примерно 25 Астрономическим Единицам Ого Приизрядное Расстояние Заполненное Множеством Малых небесных Тел Предполагается Что сотня Тысяч этих Объектов Довольно крупны Могут достигать Диаметри Больше Пятидесяти километров Вижу Друзья мои Вас интересует Чем пояс Койпера Отличается От пояса Астероидов Ну кроме Размера Конечно Грубо говоря Астероиды Это камни Объекты Пояса Койпера Ледяные Глыбы Смотрите-ка Мальчики И девочки Во все глаза Смотрите На вон ту Яйцеобразную Ледышку Перед нами Друзья мои Карликовая Планета Хаумеа Знаете Почему У нее Такая Странная Форма Из-за ее Торопливости Уж Слишком Быстро Она Вращается Хаумеа Делает Полный Оборот Вокруг Своей Оси Всего За Четыре Часа Ну А этот Красавец Известен Уже Много Много Лет Это же Наш Старый Знакомый Плутон Еще Не так Давно Считавшийся Девятой Планетой Солнечной Системы О спорах Вокруг Его Статуса Я уже Рассказывал Не меньше Если не больше Споров Вызвало Открытие Риды Что же Смущало Астрономов В ново Открытой Планете Размеры Друзья Мои Размеры Ее диаметр Почти На 70 Километров Больше Диаметра Плутона Исходя Из этого Астрономы На полном Серьезе Собирались Назначить Ее Девятой Планетой Солнечной Системы Но Ограничились Тем Что присвоили Ей статус Карликовой Планеты Мальчики И девочки Вы думаете Что на Эриде Заканчивается Солнечная Система Можно Фигурально Выражаясь Вкапывать Пограничные Столбы А вот И нет За ней И Плутоном Начинается Гипотетическое Облако Оорта Голландский Астроном Ян Хендрик Оорт Еще в прошлом Веке Выдвинул Теорию О существовании Протяженного Облака Состоящего Из комет Ну По понятным Причинам Его никто Никогда Не видел Облако Оорта Слишком Далеко Все эти Триллионы Километров Уходящие В бесконечность И называют Облаком Оорта Где оно Кончается Не знает Никто Может быть В первом Световом Годе Если считать От солнца Может быть В двух Но совершенно Точно Что время От времени Какая Нибудь Из этих Ледяных Глыб Облака Направляется К нашему Светилу И по дороге Обрастает Хвостом И приобретает Более знакомый Нам кометный Вид Последняя Из планет Солнечной системы Карликовая Планета Седна От Седны Наше солнце Кажется Крохотной Тусклой Звездочкой Для того Чтобы облететь Вокруг Этой Звездочки Далекой Карликовой Планете Требуется Почти Одиннадцать С половиной Тысяч лет Вот такой Долгий Год На Седне Ой-ой-ой-ой-ой Да мы С вами Запутешествовались Программа Это подошла К концу Но Капи еще Лететь И лететь До земли Прощаться Буду Один Коллеги Присылайте Ваши космические Вопросы По адресу 109-147 Москва Улица Марксистская Дом 34 Корпус 7 Телеканал Радость моя Профессору Астрономии Астрову Или оставляйте Их на сайте Телеканала www.радостьмоя.ру И не забывайте Не забывайте По вечерам Смотреть На звездное Небо До скорой встречи Ваш Филипп Филиппович Капочка Ну я тебя спрашиваю Зачем тебе Приталенный скафандр Приталенных скафандров Не бывает Понимаешь Ну как это ты представляешь Притальный скафандр Это какой же мне Надо размер с тебя брать Было 36 Да 36,6 А что дальше Ну приталю я его Но будет 34 Хорошо 34 Куда-то Ну зачем ты в меня стреляешь Да при чем тут не хочу Хочу и не хочу Скафандр должен быть удобным И комфортабельным Никаких приталенных скафандров Не бывает Ну не спорь со мной Ну зачем спорить Ладно Чуть-чуть увеличу длину клешни Нужно будет 27,28 Ты не сможешь Так ходить В таких В таких условиях Этот скафандр Тебя будет ограничивать В твоих действиях Понимаешь Или нет Ну вот Ну хорошо Хорошо Парочку Парочку выточек Я сделаю тебе Но не более того Да Зачем тебе выточки Я не знаю Но раз уж просишь Я их сделаю Да Парочку выточек Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok